Всем привет! Это SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков и сегодня расскажу как продвинуть ролик в топ по поисковым запросам и что для этого нужно. Например, я записал одно видео, которое благодаря только поисковым запросам приносит мне большую часть подписчиков, чем все видео, которые я снимал до этого. Это видео по настройке Google AdWords. Что для этого я сделал и что нужно сделать так, чтобы ваши видео приносили вам топ по поисковым запросам в этом ролике, так что оставайтесь с нами. Для того, чтобы просмотреть переходы по поисковым запросам, нужно перейти в YouTube аналитику, выбрать источники трафика и посмотреть, какие ролики приводят вам трафик по поиску на YouTube. У нас сейчас наш канал в первую очередь приводит трафик по поиску и по рекламе, а также по внешним источникам. Это наш сайт. Здесь же можно посмотреть, сколько было просмотров в минутах на каждом ролике на нашем канале. Вы также можете это все посмотреть у себя. Теперь коротко расскажу вам, в чем отличие от обычной раскрутки ролика от поисковой раскрутки. Обычная раскрутка ролика заключается в том, что скорее всего ваш ролик будут распространять через так называемые соцсети, через накрутку просмотров, через специальные сервисы и любые другие методы. Если коротко, в YouTube есть несколько факторов ранжирования. Факторы ранжирования рассматривают большинство зарубежных сайтов и коротко это ключевые слова канала, правильные заголовки, правильное описание, теги, качество видео, пользовательский опыт, который он проводит на сайте, время визита, количество просмотров, качество превью и наличие субтитров. Если коротко пройтись по каждому из них, вы можете сказать, они все равнозначны. Но для продвижения видео в поиске на самом деле нужно не так уж и много и нужны определенные приоритеты. Сейчас мы на простом примере оптимизируем ролик. Любой выбранный ролик я сейчас выберу из нашего канала и выведу его в топ по поисковым запросам. Первоначально перейдите по такой ссылочке в настройки своего канала и пропишите ключевые слова. Учтите, в кавычках используется прописание конкретной фразы через пробел отдельные слова. Поэтому я прописал все ключевые слова SEO-оптимизация, раскрутка сайта, контекстная реклама, Google AdWords, Яндекс.Директ и Google AdWords по-русски, как ключевые слова моего канала. Собственно, про это я стараюсь в своем канале и рассказывать. Во-вторых, я рекомендую отключить рекламу на основе интересов, если вы занимаетесь монетизацией без показа рекламы, то есть если вам не нужна монетизация. В-третьих, подключите свои AdWords аккаунты. Если у вас их несколько, прикрутите их непосредственно здесь. Также свяжите свой собственный сайт. Для этого вы должны добавить свой сайт в поисковую консоль, добавить здесь URL сайта и провести проверку. И для удобства поставьте Google Аналитику, идентификатор создайте отдельный и сохраните его здесь. Таким образом вы YouTube скажете информацию о том, где находится ваша аналитика, что является вашим сайтом и что является вашим AdWords аккаунтом. Это вам поможет для настройки таргетированной рекламы. Про настройку таргетированной рекламы я расскажу в следующем ролике, так что не забывайте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, для того, чтобы получить уведомление, когда выйдет новое видео. Следующее, на что я бы обратил, это настройку фирменного стиля. Установите отображение логотипа ваших видео на всех роликах. Это позволит увеличивать брендированность вашего видео и, возможно, заинтересует ваших подписчиков. Они будут знать, что это видео принадлежит вашему каналу. Следующее, если вы часто загружаете ролики, я рекомендую зайти в раздел загрузки видео и прописать по умолчанию все элементы, которые вы часто выбираете в ручном режиме. Как вы заливаете свои ролики, в каком они формате, какой категории они принадлежат, какое стандартное описание добавлять к каждому ролику и какие стандартные теги вы хотите использовать, если ваши все ролики будут однотипными. Я рекомендую эти поля оставлять пустыми и каждый раз прописывать их уникально. Почему? Смотрим дальше. Помните, что по настройке канала вы можете себя полностью проверить в разделе статус и функции. Если ваш канал насобирает необходимое количество просмотров и подписчиков, вы получите статус партнера. Если у вас будет миллион подписчиков, вы получите соответствующую кнопку, подарок от ютуба. Здесь же вы можете посмотреть статус, не нарушаете ли вы принципы сообщества и не нарушаете ли вы чужие авторские права. Также система предложит вам проверить, все ли вы правильно сделали, все ли вы правильно настроили, настроили ли вы правильный свой URL, если у вас суперчат, если у вас пользовательские значки в видео и тому подобное. Здесь себе можно самому проверить, если у вас все настроено, значит вы увидите что-то на похожую картинку. А теперь коротко, почему полезно все-таки раскручиваться именно под поисковые запросы и кому это нужно. Если вы обычный блогер, который общается с постоянной аудиторией, со своими подписчиками, вам это скорее всего не подойдет. То есть, если ваш контент такого вида, например, как известная блогерша Соня Есмин, если вы пишете контент формата как она, то есть фактически, который не оптимизируется ни под какие ключевые слова, а фактически является описанием ее жизни, то вам скорее всего этот формат продвижения не подойдет. Но, если вы любите хайповать на трендовых темах, либо вы пишете информационные ролики, например, как посмотрим сейчас SEO продвижения сайта, любой ролик такого вида, вы можете увидеть, что здесь идет нешуточная борьба нас за то, чтобы занять первые места в топе по ключевым запросам. Зачем это нужно? Информационные ролики, обучающие ролики пользуются огромной популярностью. YouTube это фактически бесплатный кладез информации. Здесь все пытаются найти тот контент, который нужно использовать для собственной раскрутки, допустим, для собственного образования. То есть, если вы занимаетесь любым видом бизнеса, например, веб-дизайном, вас может заинтересовать, допустим, банально, как нарисовать кнопку. Вот, допустим, ситуация. Как нарисовать кнопку? Кнопка сайта, к примеру. Я бы спрашивал так. Сайта нарисовать. И смотрите, здесь уже по факту тоже нешуточная борьба, как рисуются кнопки в фотошопе. И каждый борется в поиске за эти места. Если ваш канал плохо оптимизирован, то вы рискуете тем, что ваше видео не займут тот самый желанный верхний экран и вас просто не просмотрят. Во-вторых, если ваше видео грамотно оптимизировано в поиске, вы будете... Не смущайтесь, это наш плагин vidIQ. Если ваше видео грамотно оптимизировано в поиске, то вы будете видеть, возможно, свое видео, так называемых следующих видео, вот в этом показе, в рекомендации. Попасть в рекомендации можно за счет того, что вы продвинули свое видео в поиске. Например, наш канал наполнил первую очередь именно обучающими роликами. Мы стараемся рассортировать все ролики по определенным плейлистам. Зачем это нужно? Во-первых, ранжируются как сами ролики, так и сами плейлисты. Во-вторых, каждый плейлист по факту полезен для того, чтобы ролики смотрелись подряд. Если пользователи ищут непосредственно контент, связанный с конкретным плейлистом, они будут смотреть несколько роликов. Если это, возможно, серия роликов про одну и ту же тематику. Как можно увеличивать ранжирование плейлиста? Во-первых, придумать ему адекватный заголовок, который про него рассказывает. Во-вторых, придумать для него описание. Вот, например, я ленивый, забыл дописать себе здесь описание. В этом плейлисте действительно я рассказываю, как настройка контекстную рекламу в Google и Яндекс, а также как, что, как. Давайте переделаем. То есть в этом плейлисте вас может ждать банально настройка Яндекс.Директ, настройка Google Ads, AdWords, Секреты по автоматизации. Ну и больше пока ничего не придумали. Обращайте внимание, я использовал множество вариаций ключевых слов. В плейлисте нельзя использовать теги, но можно использовать ключевые слова. Их же можно подобрать. Если у вас есть такой плагин, вы можете использовать любые ключевые слова для того, чтобы придумать оптимальное написание заголовка. Я могу их скопировать, все эти теги и добавить их сюда. Рано получилось слишком много. Я думаю, это, конечно, не есть хорошо, но вы можете потом привести в чистку и проверить, как этот тег продвинул, как этот плейлист продвинется. В следующем ролике я обязательно проверю, как он начнет ранжироваться. Теперь выберем ролик. Да, теперь мы рассмотрим, как оптимизировать ролик под конкретные поисковые запросы. Я давно косо смотрю на один свой ролик, который рассказывает про 4 способа кластеризации семантического ядра. Этот ролик достаточно хорош, но у него есть одна проблема. У него огромное количество просмотров, но эти все просмотры сделаны из рекламы. Как это проверить, посмотрим. Все огромное количество просмотров, которые вы видите у этого ролика, были сделаны при помощи накрутки рекламы. Да, мы просто пускали рекламу в Google AdWords. И да, этот ролик не был самым лучшим с точки зрения оптимизации. Сейчас мы это все исправим и сделаем так, чтобы этот ролик действительно давал нам подписчики и придавал органические просмотры. Напомню, органические просмотры выглядят немножко иначе. Мы проверим сейчас любое видео, например, в Яндекс.Метрику. И посмотрим, что ролик, который я крутил немножко рекламой, но привел его в оптимизацию, он начал давать совсем другие цифры при своей раскрутке. Как оптимизировать ролик? В первую очередь нужно понять, про что он. Для удобства посмотрите собственную расшифровку видео. Расшифровка видео это те самые субтитры, которые вы наговорили. Проверьте, какие здесь есть ключевые слова. Вы можете скопировать все ключевые слова, которые здесь есть. Допустим, в Excel мы сейчас скопируем для того, чтобы убрать тайм-код. Вот сейчас мы добавляем то, что у нас есть тайм-код. Мы видим, что цифра тайм-кода идет сверху. А следующим идет снизу. Делаем формулу и протягиваем ее вниз. Копируем то, что получилось. То есть, открываем блокнот. И вставляем нашу расшифровку сюда. Как вы видите, у нас есть множество пустых строк, но нас это не волнует. Мы копируем то, что получилось и идем в любой контент-эксплорер. Что такое контент-эксплорер? Это любые бесплатные сервисы, которые позволяют проанализировать контент на ключевые слова. Например, воспользуемся Text.ru и проверим анализ SEO-данных нашего ролика. Это займет время. В общем, то, что у нас получилось. Не обращайте внимания на заспамленность и наличие воды. Для YouTube это нормальное явление. И YouTube вполне к этому спокойно относится. Все-таки вы здесь не стихи читать пришли. И здесь вы увидите соотношение ключевых слов в вашем ролике. Какие ключевые слова вы используете в первую очередь и чаще всего? В первую очередь, обратите внимание на то, что вы используете чаще всего. Это ключевые слова, низкочастотные запросы, например, у меня можно увидеть. В первую очередь, это мусорное слово. Измените, я его говорю часто. Кластеризация я использую. Ну и так далее. Вы можете посмотреть, что здесь их все видно. Страниц сайта, то есть они расположены по тому, как они часто встречаются. Это в первую очередь мы используем для... Ой, надо избавляться от слова паразита. Для создания заголовка. Меняем заголовок нашего ролика. Для этого нажимаем изменить видео. Ну и смотрим. Здесь у нас надо знать следующее правило. Заголовок должен быть не больше 60 символов. Если вы перебираете, обычно можно делать больше, но этот заголовок часто съедается при попытке поделиться этим роликом. Также рекомендую всем установить плагин vidIQ. Этот плагин позволит с легкостью оптимизировать ролики, не напрягаясь. В нем можно будет видеть, насколько ролик ваш хорошо оптимизирован, какие теги вы выбрали и какие теги у вас ранжируются. По этому поводу я рекомендую не спешить, если вы увидите, что у вас эти теги не ранжируются. Это нормально, поэтому нужно будет их пересобирать с нуля заново. Что является факторами ранжирования в видео? Как я сказал, это заголовок, это описание, это теги и хэштеги. Хэштеги прописываются в описании через значок ds. Здесь все плохо, мы перепишем все с нуля. В первую очередь мы используем те ключевые слова, которые мы выбрали на антиплагиате, которые используются чаще всего. Это ключевые слова. Мы используем ключевые слова как основное ключевое слово для заголовка. И используем инспектор ключевых слов. Ключевые слова. Не стоит забывать, что ролик у меня про кластеризацию, поэтому нужно использовать исключительно все, что с этим связано. Нажимаем полеточие и смотрим, какие есть варианты. Подбор, подбор, подбор нам не нужен. Нам нужно все, что касательно кластеризации и сборки. Семантическое ядро сайта, как вы видите, это релевантные запросы друг с другом. Но используем составление семантического ядра. Окей. Мы взяли этот ключ. И переписываем заголовок. Ключевые слова. Ключевые. Составление. Семантического. Ядра. И задача теперь выбрать правильное слово. Группировка, кластеризация. Сейчас проверяем, что действительно используется чаще. Группировка ключевых слов. И проверяем. Как мы видим, используется группировка семантического ядра. И кластеризация семантического ядра. Кластеризация запросов. Наша задача использовать все варианты так, чтобы это было максимально релевантно. Составление семантического ядра. И мы забыли про слово запросы. Наша задача использовать это где-то в описании. И анализе ключевых слов мы используем планировщик, либо наш кластеризатор. И в этом ролике я рассказываю непосредственно, почему кластеризатор лучше. Поэтому я делаю акценты именно на эти пункты. Это описание в целом мы больше не допиливаем. И теперь наша задача переписать фактически все теги. Здесь теги, конечно, классные. Но некоторые нам не нужны. Кластеризация, конечно, классно. Семантическое ядро не классно. Составление семантики классно. Что такое семантическое ядро классно? Нет, как составить семантическое ядро? Вот это что такое нужно удалить? Этот лишний. Ключевые слова для сайта лишний. Кластеризация, 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 группировка. Ну и теперь наша задача группировка, кластеризация, подбор, подбор плохое слово, семантика. Теперь сохраняем результат и смотрим, что у нас получилось. Теги слишком длинные. Да, извините, мы забыли, слишком длинные. Поиск ключевых слов нам точно не нужен. Ключевые слова нам точно не нужен. Теперь смотрим, что у нас вышло. И вот, только мы обновили ролик, три запроса уже начали ранжироваться. До этого не ранжировался ни один. Как сделать, чтобы ранжирование пошло больше? Во-первых, нужно подождать. По факту, да, это единственный способ. Вам нужно ждать. Во-вторых, иногда обновляя страничку, спустя несколько минут, вы можете обратить внимание, что появились новые запросы, по которым вы начнете ранжироваться. И это тоже известно. В-третьих, следите за вашей оценкой SEO по VDIQ. Если она начинает подниматься, значит у вас все действительно хорошо. И вы выбираете правильные теги. Следите за тем, чтобы отображались правильно хештеги. Я вот вижу, вот семантика, кластеризация, группировка. Вот группировка явно лишнее слово. Мы над ним поработаем, мы его уберем. Мы сделаем не кластеризацию, а кластеризатор. И заменим его сейчас. Помните, что сразу результат не обновляется. Первично обновляются теги спустя несколько минут, а вторично теги обновляются на следующий день. Но пока ничего не изменилось. Да, вот пока еще ничего не изменилось, поэтому нужно еще раз обновить. Несколько раз обновить. Приходится обновлять гораздо чаще. И как вы видите, после небольшой манипуляции показатель резко вырос. Почему? Потому что, скорее всего, теги сейчас начнут еще лучше подрастать. После записи этого видео я сделаю небольшую паузу и скажу, насколько изменился показатель кластеризации у этого ролика. Как вы видите, показатель прилично вырос. Он уже 60. Он и будет расти больше, чем чаще я буду обновлять. Как это работает? Я ютубу сказал, что мой ролик изменился. У меня изменилось описание. Я подобрал новые теги. Я подобрал новые хэштеги. Не путать одно с другим. Я сказал ютубу, что у меня изменилось описание. И оно теперь соответствует все гармонично с тем ключевым словам. Я убрал те теги, которые, возможно, путают непосредственно ютуб. Если здесь полная каша, я запутываю ютуб. И он не может определить, о чем это видео. Теперь этот ролик будет ранжироваться с каждой минутой все больше и больше. Как вы видите, ой, извините, чуть-чуть упал. Но не стоит унывать. Можно всегда себя проверить. Попробовать задать поисковый запрос. Либо напрямую, либо в инкогнито. И посмотреть, как вы выводитесь. На каких местах. Помните следует, что иногда ролики могут не выводиться. Иногда потому, что вы можете конкурировать друг с другом. Да, внезапно. У меня уже есть один ролик про кластеризацию. Поэтому нужно смотреть, не конкурировали ли я сам с собой. Посмотрим и проверим. Немножко конкурирую. Потому что по некоторым запросам я сам с собой пересекаюсь. Во-вторых, не стоит забывать, что ютуб не сразу обновит ваши заголовки, которые вы видите. Как вы видите, я зашел сейчас с инкогнито. Вбил поисковый запрос. И вижу свой ролик, который я сейчас модифицирую. Модифицирую, а он еще не изменился. Поэтому я рекомендую делать эту процедуру по обновлению несколько дней. Попробовать себя завтра, а также попробовать себя послезавтра. В итоге, что вы получите? Вы получите выведение роликов в топ по поисковикам. По ключевым запросам. Для оптимизации в поиске вы вбиваете всего лишь тот ключ, который вам нужно. И можете увидеть свои ролики на первых местах. Как вы видите, мой ролик находится на втором. По каким ключам он находится на других местах, я могу посмотреть в том же плагине vidIQ. И вот это красивые картинки, где я вижу себя на первом, втором, на третьем, на четвертом месте. Это, собственно, и есть результат поискового продвижения. А ролик этот приносит огромное количество комментариев. С каждым комментарием я стараюсь взаимодействовать, общаться. Потому что взаимодействие с комментариями это тоже фактор ранжирования. Поэтому просите своих друзей обязательно комментировать ролики, которые вы выкладываете. Чтобы они задавали вам вопросы. Друзья, коллеги, кто угодно. Как только начинает появляться активность от подписчиков, дальше уже начинается непосредственно привлечение реальных комментариев от пользователей, которые впервые вас смотрят. Пользователи задают вопросы и ваша задача на них оперативно отвечать. Каждый ответ затем приводит к тому, что ваш ролик начинает ранжироваться все лучше и лучше. Старайтесь взаимодействовать, быть очень дружелюбным. Ни в коем случае ни с кем не ссорьтесь. Давайте больше информации, лайкайте полезные ответы. Но удаляйте ответы, в которых есть ругательства. Потому что наличие комменток, содержащие ругательство, на пользу ранжирования точно вам не пойдет. Старайтесь делать адекватные комменты, делайте внешние ссылки на ресурсы, на которых вы хотите сослаться. Именно делайте ссылку ради того, чтобы клиент был доволен. То есть тот, кто смотрит ваш ролик, это ваш клиент, чтобы он был доволен и видел ваш профессионализм. Старайтесь вести себя сдержанно, даже если они вас оскорбляют. Как отслеживать комменты, я думаю, вы знаете. При нажатии на колокольчик все комменты видны. Вы можете с ними повзаимодействовать, ответить на каждое. На этом, собственно, все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Мы будем говорить вам о новых лайфхаках. Будет несколько форматов видео, где я рассказываю и где я показываю. В этом ролике я постарался вам по максимуму показать. Поэтому он, возможно, для совсем новичков не подойдет. Задавайте вопросы в комментариях. В следующем ролике я расскажу про то, про что вы хотите услышать. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok